МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Телеканал «Видное ТВ» продолжает свою работу в прямом эфире. Сегодня у нас в гостях Елена Федорова, начальник Ленинского управления ЗАГС. Елена Евгеньевна, добрый вечер. Добрый вечер. Мы встретились в преддверии свадебного сезона. Я думаю, наш разговор следует начать. Вообще, сколько прогнозируется, какое количество свадеб в этом летнем сезоне? Какие даты популярны? Ну, в этом летнем сезоне мы прогнозируем большое количество свадеб. Несмотря на то, что у нас год високосный, и некоторые граждане считают, что в високосном году лучше не вступать в брак, я считаю, что это всё предрассудки. Вступать в брак нужно обязательно, потому что семья – это основа нашего общества. Но самой значимой такой будет у нас датой летом – это День семьи, любви и верности, 8 июля. Ну и, как правило, у нас всегда к этой дате подбирается побольше пар. Ну, а так всегда у нас много очень важных лет. То есть, ну, всё равно, вот такие суеверия остались, да, високосный год, то есть статистика падает? Статистика немножко падает, я не скажу, что прямо очень существенно, но немножко падает, да. Суеверия некоторые почему-то ещё превалируют у нас, у наших граждан, но мы стараемся на это не обращать внимания, стараемся убеждать наших граждан, что надо вступать в брак. А в мае регистрировали вот сейчас? В мае регистрировали. В мае у нас была, во-первых, Красная Горка, такой праздник очень большой. Приходил к нам православный служащий, вот, поздравлял наших молодожён с прекрасным этим праздником. В принципе, всё прошло замечательно. Наши молодожёны остались очень довольны. А торжественную церемонию можно проводить в любой день недели? Да, торжественную церемонию можно проводить в любой день, несмотря на то, что у нас в основном, конечно, количество браков, то есть мы регистрируем торжественно в субботу, ну и в пятницу. Но также по желанию наших граждан мы, пожалуйста, когда хотите, приходите. Со вторника по субботу наши двери всегда открыты. Хорошо, Елена Евгеньевна, тогда поговорим о самой регистрации, да о подаче документов вообще, как это всё проходит, если можно поподробнее. Да, поподробнее сейчас я вам всё это расскажу. Значит, для того, чтобы прийти к нам подать заявление, нужно подготовиться. Если это граждане Российской Федерации у нас подают заявление, то просто достаточно двух паспортов. Если кто-то состоял в браке до этого, то обязательно должен быть документ о прекращении предыдущего брака. Ну, это может быть либо свидетельство о расторжении брака, если это вдовец или вдова, то свидетельство о смерти бывшего супруга. И с этими документами приходят к нам молодожёны, ну не только молодожёны, но и все наши врачующиеся, и оплачивают госпошлина. Госпошлина у нас пока не изменилась. Она как была несколько лет назад, так и остаётся. 350 рублей за двоих, то есть не с каждого, а за двоих. То есть, в принципе, это такая совсем символическая цена для того, чтобы вступить в брак. Вот этих документов будет достаточно, чтобы прийти к нам. Сроки подачи на регистрацию? Вообще у нас в законодательстве установлено, что регистрация брака происходит по истечении месячного срока. Но также в законодательстве установлено, что могут подать и за два месяца до даты регистрации. А это по желанию? Да, это по желанию, по желанию абсолютно. То есть, не больше двух месяцев и не раньше месяца. У нас некоторые граждане, они путают сроки. Они думают, что пришли, например, 10 числа, 10 мая, и что 10 июня мы должны их расписать. Нет, такое у нас не получается. То есть, в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом, сроки у нас начинают течь со следующего дня, то есть, с 11 числа. И так как у нас установлено истечение срока месячное, то мы только можем через месяц. То есть, после 11 июня мы имеем право зарегистрировать брак. То есть, вот такие вот у нас требования. То есть, это даже не 11 июня будет, да? Нет, по истечению. То есть, тогда получается, что 12 июня мы уже имеем право зарегистрировать брак. Вот так вот исчисляются сроки. Но даже они могут выбрать? Да, конечно, могут. После по истечения месячного срока они, да, пожалуйста, могут выбрать спокойно дату себе. Во-первых, у нас есть портал госуслуг, на котором можно подать заявление о браке. Но это заявление, оно подается, как правило, в электронном виде. И там бронируется дата прихода к нам как раз на регистрацию брака. То есть, да, на регистрацию брака. Это можно подать за полгода, себе забронировать дату. Потом прийти к нам через какое-то определенное время, вот не раньше, чем за два месяца, и уже подать у нас заявление именно вот на эту дату. Также дату прихода к нам в ЗАГС уже тоже можно себе забронировать и выбрать на портале госуслуги. То есть, все это у нас сейчас доступно. То есть, это вот регистрация, например, через интернет? Да. Да? То есть, но все равно, к вам придется прийти? К нам прийти придется обязательно. Потому что мы должны принять заявление у вас вживую, так можно сказать, чтобы ваша подпись стояла. Но хотя уже у нас в законодательстве были внесены изменения, когда, в принципе, можно подать по электронной базе, то есть, по электронной почте или еще как-то уже с усиленной подписью электронной. Пока еще у нас граждане не такие продвинутые, так можно сказать, чтобы мы смогли принять у них такое заявление. Пока у нас еще такого нет. Но законом уже предусмотрен такой порядок. А если молодожен хотят сократить срок, то есть, например, через неделю зарегистрировать брак? Как в такой ситуации быть? Ну, смотрите, у нас законом строго ограничено по истечении месячного срока. Но есть на усмотрение руководителя такие моменты, как сокращение срока вступления в брак. Значит, можно вступить в брак, если у вас есть дети совместные. Ничего страшного? Если беременность наступила... То есть, какие-то должны быть условия, да? Да, обязательно. Если одному из супругов грозит какая-то опасность, то есть, ну, жизненная. Вот такие вот у нас законам установлены, как бы, ну, привилегии, так, для наших граждан. То есть, например, если просто захотят быстро, да, пожениться, то есть, чтобы вот через две недели, через неделю, то так нет, обязательно надо что-то какие-то были условия? Обязательно, потому что должны прийти вдвоем оба супруга, предоставить документы, подтверждающие то, чтобы мы сократили срок им, и они пишут заявление на сокращение срока. То есть, это строго установлено законом. Ну, хорошо. Так, теперь поговорим о основании для регистрации брака, да? Что это за основание? Ну, как правило, основанием для регистрации брака является взаимное согласие обоих супругов. То есть, у нас супруги должны прийти, будущие, и написать совместное заявление. Бывают такие ситуации, когда кто-то из супругов прийти не может. Таких ситуаций, ну, редко, но бывают. Значит, в таких ситуациях как можно поступить? Может прийти один из будущих супругов, подать заявление. Но для того, чтобы подать заявление, нужно, чтобы второй супруг пошел к нотариусу, записал, то есть написал свое заявление, поставил подпись, нотариус должен заверить эту подпись, и к нам уже приходит супруг с двумя заявлениями. Все это несложно абсолютно. Для наших граждан это все доступно. Ограничения по возрасту. Есть ли несовершеннолетние браки? Значит, смотрите, опять-таки в законе у нас установлено, что мы должны регистрировать брак. Брачный возраст у нас наступает с 18 лет. Но бывают, опять-таки, исключения из правил. Могут в законе также установлено, что бывают моменты, когда молодые люди готовы уже вступить в брак. И это оговорено. У нас с 14 до 16 лет разрешение на вступление в брак дают уже, ну, губернатор. Вот здесь у нас губернатор Московской области. Если уже наступил с 16 лет, до 18 лет, то уже местная администрация. То есть это нужно написать ходатайство, указать причины, по которым хотят граждане вступить в брак. И тогда уже на усмотрение вышестоящих организаций им дается разрешение. С этим разрешением они приходят к нам, и мы уже принимаем у них заявление. А сталкивались с такими случаями? Да, конечно, сталкивались. И очень часто сталкиваемся. Но, может быть, 3-4 раза в год мы сталкиваемся с такими причинами. Ну, как правило, это причины. Всякие разные. На же законе, в принципе, и у эмансипации есть такой вот термин, когда уже люди до достижения 18 лет уже достигли определенного уровня. То есть они содержат сами себя, могут содержать свою семью. То есть по решению суда их признали эмансипированы. И все, естественно, это все можно сделать. Сегодня молодые люди желают сделать нестандартную свадьбу, то есть какие-то выездные регистрации. Вообще наше Ленинское управление ЗАГС предоставляет такие услуги? Смотрите, вообще у нас такие услуги не разрешены. Но на территории Московской области есть несколько ЗАГСов, у которых есть удаленные рабочие места в историко-культурных центрах либо в каких-то мемориальных исторических сооружениях, где они имеют право зарегистрировать брак. То есть выезжают специалисты, уже специально подготовленные, со всеми документами, и оформляют там документы и регистрируют браки. Таких, в принципе, у нас мест сейчас по Московской области 8 или 9. И если кого-то заинтересовало, то можно зайти на сайт главного управления ЗАГС Московской области. Там у нас это все доступно. То есть там расписано, где и чего, как подать, и где будет производиться регистрация. В принципе, вот ближайшая, по-моему, у нас где-то то ли в Чехове, то ли в Подольске. Где-то здесь есть у нас такие выездные регистрации. А так мы не выезжаем на регистрацию брака. Потому что, в принципе, у нас регистрация брака в торжественной остановке, она предполагает именно нахождение органи ЗАГС, а не где-то в другом месте. А обручиться сейчас можно в любом городе, независимо от прописки? А в нашем ЗАГСе могут ли жители других городов зарегистрировать брак? Значит, да, конечно, могут. И пользуются, да, ли популярностью? Ну, вообще, наш ЗАГС очень пользуется популярностью москвичей. Давайте, наверное, немножко прервемся на рекламу. Не знаете, чего хотите? Вполне понятно. Таких миллионы. Даже миллиард. И все не знают, чего хотят. У одних есть практически все, и они уже не знают, чего хотят. У других нет ничего, но они тоже не знают, чего хотят. Не могут понять, что им нужнее. Их глаза разбегаются по разным вариантам. Но весь секрет в том, что люди не знают, чего хотят до тех пор, пока им это не предложат. Реклама на телеканале Видное ТВ В память о войне ради будущих поколений мы вместе должны поддержать леса, вдохнуть в них новую жизнь. Самый верный способ – посадить свое дерево. Друзья, 14 мая приглашаю вас принять участие в акции «Лес Победы». Приходите все, кому дорога наша история и кто любит природу. Места проведения акции и всю полную информацию смотрите на сайте посадисвоедерево.ру А мы продолжаем нашу беседу с начальником Ленинского управления ЗАГС Еленой Федоровой. Елена Евгеньевна, мы начали тему о регистрации жителей других городов в нашем Ленинском управлении ЗАГС. То есть это возможно? Да, конечно, в соответствии с законодательством у нас граждане Российской Федерации имеют право зарегистрировать брак в любом месте Российской Федерации. То есть, если вы живете у нас, не обязательно бежать к нам в ЗАГС. Выбрали какой-то понравившийся вам ЗАГС и можете спокойно идти туда подавать заявление. То есть без всяких проблем. Вообще наш ЗАГС, он, конечно, пользуется очень большой популярностью среди не только наших местных граждан, но и также близлежащих. У нас очень много расписывается. Из Домодедова граждан к нам приезжает. Из Раменского, кстати говоря, тоже очень много приезжает. Ну а также очень большой популярностью, казалось бы, да, Москва рядом. И у них, в принципе, очень много красивых дворцов бракосочетаний, там всего много очень. Но приезжают к нам, регистрируют у нас браки. И очень довольны. Почему? Потому что, в принципе, большая ухоженная, благоустроенная территория, хороший подъезд, хорошая парковка, место, где можно погулять. Ну да, парк красивый. Да, парк красивый. Ну и в самом ЗАГСе то же самое. Там очень-то, в принципе, у нас большие холлы, есть где расположиться, есть где пофотографироваться. Ну и зал наш торжественный очень радует всех наших молодоженов. А вот телезрители спрашивают, будут ли реконструироваться здания ЗАГСа? Вы знаете, внутри нет, не будет никакой реконструкции, потому что, в принципе, у нас недавно был как бы небольшой такой косметический ремонт внутри ЗАГСа. А снаружи, ну, возможно, да. Возможно, да. Потому что, в принципе, в планах мы стоим, чтобы нас... А сколько вообще уже лет этому зданию? Здание было построено в 83-м году. И проводилось только... Ремонт проводился только внутри помещения. Конечно, снаружи нет. Но пока у нас, слава богу, снаружи пока все нормально, ничего нигде не отвалилось. Все на месте, как говорится. Так что пока мы в хорошем состоянии. Так, еще такой вопрос. Браки с иностранцами. Да. Вообще этот вопрос очень насущный, потому что, в принципе, у нас сейчас очень много браков с иностранцами. Одна треть наших браков, это по статистике. Ну, кого мы считаем иностранными гражданами? Это граждан близлежащего, как говорится, нашего зарубежья. Ну, и есть, естественно, и дальнего зарубежья. Но дальнего зарубежья у нас не так много. Как правило, это близлежащие наши бывшие граждане СССР, так можно сказать. Значит, в чем тут самое главное отличие от наших браков? Если вы пришли вдвоем и подали заявление спокойно, без всяких определенных обязательств, то граждане иностранных государств должны нам предоставить документ о том, что они не состоят на данный момент, на момент подачи заявления, в другом зарегистрированном браке. В принципе, это не наше требование, это требование тех государств, гражданами которых они являются. Потому что очень много, многие скрывают, что они находятся в браке, так как они регистрируются по иностранным паспортам. И в иностранных паспортах, как правило, не стоят штампов о том, что зарегистрирован у них брак или не зарегистрирован. И из-за этого возникает очень много таких нехороших вещей, как двоеженство, двоемужество и все там подобное. Но иногда признаются браки недействительные такие. И вот, чтобы у нас такого не было, они должны принести справочку своего государства, что они в браке не состоят. Тогда мы регистрируем брак. То есть сейчас можно зарегистрировать брак с иностранцами в любом ЗАГСе? В любом, абсолютно. Даже иностранные граждане, они имеют право зарегистрировать. У нас. У нас в любом ЗАГСе свой брак. Пожалуйста. Без проблем. А вот сейчас очень модно такие выездные церемонии за границей. Которые потом, то есть они являются действительными? Значит, смотрите. В чем отличие нашей регистрации брака и за пределами Российской Федерации? Ну, во-первых, вы получаете здесь у нас документ нашего российского образца, с которым вы живете спокойно и спите спокойно. Все остальные браки, которые зарегистрированы за пределами Российской Федерации, вот эти документы, которые выдаются, они должны иметь юридическую силу. То есть они должны быть легализованы. Иногда у нас с некоторыми странами не заключены договоры. И такие документы, они подлежат либо легализации консульской, либо мидовской. И, как правило, это очень проблематично. И некоторые браки, ну, сейчас не могу сказать, каких вот именно государств, у нас не признаны. То есть почему мы иногда говорим нашим гражданам, вы лучше зарегистрируйте брак у нас сейчас, вот на данный момент, а потом езжайте за пределы Российской Федерации и устраивайте себе там регистрацию брака. Ну, многие прислушиваются, потому что, в принципе, в дальнейшем для чего это нужно? Для того, чтобы в дальнейшем появятся детки. Придут они к нам регистрировать рождение детей. Рождение детей, как правило, вписывается отец по браку. И если у нас приносится вот такой вот документ, непонятно какой, не имеющий легализацию, тогда мы, естественно, не можем писать отца. И начинается хождение по всем кругам. То есть мы отправляем, естественно, в МИД, либо в консульство, куда-то, чтобы люди документы этот легализовали, чтобы он имел юридическую силу. После этого тогда происходит регистрация рождения. То есть, как бы, у нас все это закреплено законодательно. То есть все это получается очень долгий процесс. Очень долгий, да. Процесс, да. И, как правило, люди, они не понимая этого, они начинают нервничать, жаловаться. Но вот у нас такие вот правила. Так, а порядок записи фамилии супругов? Да, это самое интересное. Значит, у нас, когда при вступлении в брак, супруги могут взять одну фамилию. Либо супруга берет фамилию мужа, либо муж может взять фамилию жены. И также допускается фамилия двойная при регистрации заключения брака. Но тут, что самое интересное, фамилия, фамилия именно жены присоединяется к фамилии мужа. Не наоборот. То есть первое у нас идет Иванов, потом идет Сидорова. Только так. То есть наоборот никак нельзя. Вот у нас так закреплено как раз в законе. Интересный такой момент. Да, ну мы можем вернуться к этой теме. Так, а сейчас давайте поговорим о регистрации новорожденных, о статистике. Вообще вот за прошлый год статистика выросла. Да, по сравнению с прошлым годом у нас сейчас возросла очень рождаемость, повысилась. Это радует, это не может не радовать. Вот, по сравнению с прошлым годом где-то на порядок у нас сейчас где-то около 1400 записей актов гражданского состояния, которых мы составили о рождении детей. То есть это где-то примерно на 400 больше, чем в прошлом году. В принципе, это очень большие, как говорится, колоссальная цифра. Вот, значит, ну какие у нас тут самые интересные есть такие моменты. больше рождается мальчиков или девочек. Вы знаете, нет, поровну, абсолютно поровну. Вот я сегодня смотрела как раз перед тем, как готовилась. У нас 643 мальчика и 634 девочки. В принципе, вот абсолютно, да, никакой разницы. То есть, как говорят, да, если мальчиков рождается больше, то это к войне. Мы можем спать спокойно. Войны нам, да, не грозит и не будет. Значит, у нас в этом году родилось уже 20 двоин и одну тройню мы зарегистрировали. Также у нас очень много как бы первых детишек 632. И у нас последующих детишек тоже очень много. И есть у нас и пятые, и шестые, и седьмые детишки, которых родили в этом году. То есть, в принципе, у нас, видите, какие есть многодетные семьи. А я предлагаю посмотреть сюжет про тройняшек. Как раз наша съемочная группа была на этом событии. Ритуал именно речения, да? То есть, это редко же проводится, да? Ну, вот такой был, наверное, особый случай. Давайте посмотрим сюжет. Елена Милеева, кажется, еще до конца не верит в то, что в один момент стала многодетной мамой. Она выглядит счастливой и немного растерянной. Сказать, что мы удивились, наверное, ничего не сказать. Конечно, да. Было сначала удивление, но страха у нас не было никогда, наверное. За всю беременность мы, чтобы мы напугались, этого события, наверное, не было. Это была радость, тем более, это были очень долгожданные наши детки. Молодая мама признается, что с самого начала и она, и врачи были уверены в том, что беременность многоплодная. Все уже готовились к такому прибавлению в семействе. И только на последних месяцах выяснилось, что Елена нежданно-негаданно станет матерью не двух, а сразу трех малышей. Первые наши детки. И, соответственно, когда мы узнали о том, что у нас два мальчика и девочка, полный комплект, так скажем, это было, соответственно, очень радостное событие в нашей жизни. Малыши родились здоровыми, каждый весом около двух килограммов. У Елены и Евгения хлопот ровно втрое больше, чем у любых других родителей. Любой мужчина, который узнает о том, что он скоро станет отцом, он испытывает некоторое счастье. Я испытал счастье втройне. Такие мероприятия, как ритуал имя наречения новорожденного, не так часто проводятся в ЗАГСе. Обычно они приурочены каким-то датам или праздникам. Но сегодня особый повод регистрация тройни. Такое событие большая редкость. Последний раз у нас тройняшки были зарегистрированы два года назад, а до этого где-то, ну, наверное, лет семь-восемь точно вообще не было тройняшек. То есть сейчас как бы мы наращиваем темпы. Обычно рождение тройни наследственная предрасположенность и происходит через одно поколение. Причем это касается семей как жены, так и мужа. Так получилось и у Милеевых. В роду Елены были тройняшки, а у Евгения младшие братья-близнецы. Терпение, сноровки, так сказать, потому что их много. Тяжеловато, да. Три ураганчика. Ладно, два, но когда три, это большой-большой труд и дело. Придется глаз да глаз за ними. Большое счастье и большие, но приятные хлопоты. С малышами Елене и Евгению помогают новоиспеченные бабушки и дедушка. Мы, со своей стороны, обязуемся, конечно, помогать, как можно. Не помогать своим детям и не растить своих внуков. Тем более, в народе говорят, что внуки более любимы. Я, конечно, очень сильно переживала за доченьку. Для меня это вообще было испытание. Хотя у меня это внуки не первые. У меня есть старшая внучка, ей два с половиной годика. Это для нее. Она уже у нас знает, на расстоянии она знает, кто у тебя там родились. Братья, как звать? Она Тёма, Сёма, на Машу Маха. Многозетная семья – это нечто особенное. А в семье с детьми-тройняшками молодым родителям придется искать оригинальные решения для многих бытовых задач. И, как отметил глава семейства, в нашем случае весьма остро ощущается нехватка третьей руки. Наталья Буслаева очень часто, особенно к каким-то праздникам, вот таким, ну, хорошим, вот, там, Дню семьи, там, или еще каким-то, проводим всегда такие мероприятия. Либо же смотрим, что вот, ну, действительно, там, вот третьего ребеночка, там пришли к нам регистрировать. Мы приглашаем почествовать их, именно речение вот это вот провести. Для родителей очень приятно, тем более, когда поздравляют их, когда, в принципе, особенно вот, когда показывают где-то по телевизору, либо их печатают в газетах на память, на большую. Да, конечно, замечательно. А какие сейчас имена распространенные, самые, какие вот были в этом году? Ну, вот в этом году у нас стали такими распространенными именами Дмитрий, Артем. Артем у нас, мне кажется, лидирует уже на протяжении... Да, вот здесь тоже, кстати, в сюжете, по-моему, Тема. Да, да, на протяжении, мне кажется, лет пяти, это точно. Александр появился, Мария, Виктория и Анастасия. Но эти имена у нас просто лидеры уже давно-давно-давно. Мне кажется, в течение многих лет. Да. Вот. И редкие имена. Вот, казалось бы, там забываются какие-то имена, но вот бывают такие. Демьян, вот был у нас, Вениамин, Василий. Василий, да, раньше же было очень много, да, сейчас Василий. Сейчас считается редким. Редкое имя, да. Из девочек у нас Нина, Феокла, Фаина и такое очень интересное имя Афродита. Афродита. То есть, все зарегистрировали, да, Зарегистрировали в этом году, да, Афродиту. В общем-то, в принципе, вот такие вот имена у нас интересные в этом году. Вообще, у нас сейчас, конечно, уже мамы рожают более осмысленно и более как бы к этому подготовлено подходит. мы посмотрели по статистике у нас где-то самый возраст, вот где-то рождение с 25 до 35 лет. В принципе, уже как бы поднялся немножко. Раньше больше было с 18 до 25 лет, сейчас уже как бы более так ответственно к этому относятся родители. Так, ну, давайте подробнее о вообще, какие нужны документы о регистрации, да, само... Регистрация рождения, да. Сам процесс, что нужно. Смотрите, значит, во-первых, зарегистрировать ребеночка можно в двух, так можно сказать, организациях, органах ЗАГС. Либо это по месту рождения ребеночка, либо по месту жительства родителей, либо отца, либо мамы, в принципе, без разницы. Значит, сейчас у нас в Ленинском управлении ЗАГС существует 4 места, где могут зарегистрировать рождение ребеночка. Это непосредственно в нашем управлении, ЗАГС, плюс в двух отделах. Отдел 1, это у нас расположен первый отдел в поселке Володарского, и второй отдел у нас расположен в поселке Развилка. И также большой популярностью у нас сейчас очень пользуется удаленное рабочее место в Видновском перинатальном центре. Вот вы представляете, с начала года у нас там было зарегистрировано около 800 записей актов. Если у нас всего вот где-то около 1400, да, то есть вот огромное количество было зарегистрировано в перинатальном центре. То есть очень огромной популярностью, и у нас выражают огромную благодарность наши заявители, которые приходят регистрировать от рождения. Вот рождение, там папа, мама, все пишут нам благодарность. Действительно, это очень хорошо, очень удобно, потому что, в принципе, мама может, находясь еще в родильном доме, прийти к нам и зарегистрировать уже ребеночка. И уже, выходя из роддома, выписываясь, уже она со свидетельством о рождении ребеночка выходит. То есть, очень удобно. Значит, какие документы нужны? Документы нужны обязательно медицинское свидетельство, которое выдается организации, где родился ребеночек, либо практикующим врачом, если это на дому были роды, паспорта родителей, ну и если родители состоят в браке, то обязательно свидетельство о браке. Вот такие вот документы необходимы. Зарегистрировать ребенка могут как сами родители, так и их родственники, также уполномоченные ими люди, то есть, ну, кто-то знакомый, и также представители медицинской организации, то есть, может зарегистрировать ребенка. Должен быть какой-то документ, доверенность какая-нибудь? Да, обязательно доверенность от родителей должна быть. То есть, родители, если мама, папа, то это без доверенностей, то все остальные, естественно, обязательно должна быть доверенность. В какие сроки должен быть зарегистрирован ребенок? Ребенок должен быть вообще-то зарегистрирован у нас в месячный срок, Но у нас бывают очень иногда такие ситуации, когда какие-то неполадки с документами или еще какие-то вопросы возникают. Кто-то не успел поменять паспорт, вступил в брак, не поменял паспорт, и там хочет, чтобы у него уже фамилия была именно после брака записана, а не добрачная. То есть, в принципе, законом штрафных санкций никаких не накладывается. То есть можно и позже, да? Да, можно и позже зарегистрировать. Все равно, конечно же, зарегистрировано обязательно. Но в течение месяца законом у нас установлено. А если супруги не зарегистрировали брак? Если супруги не зарегистрировали брак, значит, либо мама, если хочет, она будет как мама-одиночка записана. Если хотят, чтобы присутствовал папа все-таки в свидетельстве о рождении ребенка, то устанавливается отсутствие. Делается установление отцовства, если это биологический папа, приходят к нам вдвоем и оплачивают госпошлину. При установлении отцовства они оплачивают госпошлину. Регистрация рождения происходит без пошлины. То есть вы приходите, все это бесплатно оформляется. Так, порядок внесения сведений о родителе ребенка. Ну, как вот я уже говорила, да, то, что у нас выдается медицинское свидетельство о рождении ребенка. То есть там уже написано, кто родился. Мальчик, девочка, сколько грамм, какой рост. У кого родился. Пишется обязательно мама. Только мама. То есть папа там не пишется. Значит, записывается мама фамилиями отчества, дата ее рождения, где она проживает и состоит ли она в браке обязательно. Там все это записывается. И основанием для составления записи акта о рождении ребенка является именно вот это медицинское свидетельство. То есть к нам приходят уже с этим медицинским свидетельством. На основании этого медицинского свидетельства уже составляем записи акта о рождении ребенка. Если родители состоят в браке, значит, они отца мы вписываем по свидетельству о заключении брака. Если родители расторгли брак, но не прошло с момента расторжения брака 300 дней, это у нас установлено законом, отцом ребенка мы будем записывать того супруга, с кем расторгли брак. Даже так? Даже так. Бывают очень разные ситуации, когда, ну, например, женщина расторгла брак, да, прямо вот накануне чуть ли не рождения ребенка. Приходит к нам и говорит, что у меня ребенок не от бывшего супруга, а вот от человека, с которым я сейчас уже проживаю долгое время. Нужно было, конечно, оформить отношения до рождения ребенка, то есть вступить в брак. И все основания для сокращения срока вступления в брак у нее были. Тогда бы у нее не было никаких проблем. А теперь у нее проблема заключается в чем? То, что мы запишем в свидетельство о рождении ребенка ее бывшего супруга. И после этого только она может пойти в суд, исключить сведения об отце ребенка и уже сделать установление отцовства с отцом ребенка биологически. В общем, вот так вот у нас в законе указано. Все понятно, интересно. Ну, в принципе, это подстегивает наших граждан к тому, чтобы они все-таки одуманно как-то делали, совершали такие вот действия и вовремя тот же брак заключали. То есть иногда все не просто так. Все не просто так, да. Если мама-одиночка, как правило, она может внести сведения об отце, а может не вносить сведения об отце. Это, в принципе, по ее желанию абсолютно. То есть если мама вносит сведения об отце, фамилия будет указана мамина, имя отчества придуманное, какое она придумает вот сама. То есть нам это абсолютно все равно. Естественно, будет записано в записи акта, что сведения об отце указаны со слов матери. Хорошо. Давайте ответим на вопросы телезрителей. При регистрации брака я взяла фамилию мужа. Сейчас мы в разводе. Как подтвердить изменение фамилии? Нужно прийти, получить справочку о вступлении в брак, и будет там подтверждено все. То есть там будет указано, что такая-то, такая-то, вступила в брак с таким-то, таким-то. При заключении брака присвоена фамилия такая-то, такая-то. И внизу будет написано, что вышеуказанный брак расторгнут. Какие документы нужны, чтобы изменить фамилию? Документы нужны, чтобы изменить фамилию обязательно, паспорт, свидетельство о рождении. Если состоит в браке человек, то нужно свидетельство о браке. И также свидетельство о рождении несовершеннолетних детей. Либо свидетельство о расторжении брака. Если не состоял в браке, то только свидетельство о рождении и паспорт. Также оплатить госпошлину 1600 рублей. А есть ли такие услуги, например, может быть, кто-то обращается, хочет сменить не только фамилию, но и имя? Очень много. Бывают такие случаи? У нас, в принципе, в законодательстве установлено, что человек может, гражданин может сменить фамилию, имя и отчество. Но перемена имени происходит по достижении 18 лет. То есть раньше нельзя? Нет, можно раньше с 14 лет, но по согласию родителей. То есть с 18 лет ты можешь сам уже менять, а с 14 лет только по согласию родителей. Раньше то только по распоряжению органов опеки и попечительства. И то нельзя поменять отчество. При регистрации рождения назвали дочку Маши, а спустя два месяца засомневались, не подходит ей это имя. Как можно изменить и куда обращаться? Обратиться нужно в органы опеки и попечительства, по месту жительства своего. И обратиться туда, сказать, что ну вот, передумали. И только нужно обязательно прийти вдвоем, там определенный пакет документов они у вас попросят, вот, и вынесут решение, распоряжение. То есть и уже с этим распоряжением прийти к нам, и мы внесем изменения в записи акта о рождении ребеночка. Уже внесем другое имя. Какая пошлина за расторжение брака? Вы знаете, да, много очень ходит всяких, бытует даже мнение, что пошлина сейчас у нас возросла до 30 тысяч. Нет, скажу всем сразу, пошлина как была, так и осталось 350 рублей. Ой, извините, по-моему, не 350 рублей, а 650 рублей, это я перепутала. 350 рублей, это вступление. Да, вступление, 650 рублей. То есть это дороже. Дороже, чуть-чуть подороже, да, но 650 рублей, да. А можете рассказать о причинах отказа в регистрации брака? Да, существует причина отказа в регистрации брака, то есть в соответствии с законодательством у нас не имеют права вступать в брак родители со своими сыновьями, дочерьми, бабушки, дедушки с внуками. Также не имеют права вступать в брак родные и кровные сёстры и братья, то есть это имеется в виду родные, ну, если мам с папой, значит, одинаковые, а кровные, это если либо мама одна, либо папа один. Также не имеют права вступать в брак усыновители с усыновлёнными, и если человек недееспособен. Также мы имеем право отказать. А приходят какие-то документы к вам? Ну, как правило, если человек недееспособный, да, к нам приходит извещение, что вот признали человек недееспособным, чтобы мы как бы слежали этот момент. А вот если, хотя вступить в брак, да, человек инвалид, или вот прикован к кровати, не может прийти, то есть здесь как в таких ситуациях? Да, такие ситуации иногда возникают. Значит, нужно сначала подать заявление на регистрацию брака, но так как человек не может приехать подать заявление, как я уже раньше говорила, значит, нужно пригласить нотариуса, чтобы нотариус заверил его подпись, когда он напишет заявление. И вторая половина придёт, подаст заявление. После этого мы назначаем срок, дату заключения брака, вот, и выходим на место заключения брака, и там уже регистрируем брак. Если это в медицинской организации, то обязательно, конечно, присутствие там главврача или ещё кто-то, и они уже расписывают, ставятся твои подписи в записи акта о заключении брака, и мы уже пишем, что где совершена запись акта там. В общем-то, как бы всё это описываем, обязательно это должно присутствовать. Но таких у нас ещё не было. Обращения были, но пока ещё никого не регистрировали. Ну, как бы спрашивали, да, можно ли, можно. А свидетельство о расторжении брака, вообще, как оно выглядит, как его предоставить? В каком смысле, как оно выглядит, вот что имеется в виду? Ну, например, да, супруги хотят, то есть это же надо принести что-то, если один супруг был в браке. Да, да, обязательно, если супруг был в браке, у нас вообще свидетельство о заключении брака выдаётся одно двум супругам, а свидетельство о расторжении брака выдаётся каждому своё. И внизу там вы увидите, свидетельство выдано там Сидоровой Татьяне Ивановне, свидетельство выдано Сидорову Ивану Петровичу. То есть у каждого своё, и при регистрации заключения брака, если вы хотите подать, вы должны принести только исключительно своё свидетельство. Другого супруга вы уже не можете принести свидетельство, потому что там всё будет видно. В паспорте должна стоять печать о расторжении брака? В паспорте нет, не обязательно. Некоторые же меняют паспорта, и уже в паспорте там не стоит. То есть если брак расторгнут, как правило, они не ставят уже у ФМС органы, что брак расторгнут. То есть, в принципе, это всё допустимо. Спасибо большое, Елена Евгеньевна. Я думаю, мы ответили на все вопросы, которые интересовали наших телезрителей. А я напоминаю, сегодня у нас в гостях была Елена Фёдорова, начальник Ленинского управления ЗАГС. Всего доброго, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»